Привет! Это видео я посвящаю разбору трех международных сертификатов, которые популярны среди преподавателей TKT, TESOL и CELTA. Если вы уже достаточно знаете о каждом из этих сертификатов, вы знаете, что они из себя представляют и зачем они вам нужны, если прямо сейчас вы пытаетесь сделать выбор среди этих сертификатов, какой же из них сдавать, то мое видео будет вам в помощь. Итак, начинаем с первой пары TKT и TESOL. Так почему-то складывается, что именно сертификат TKT teaching knowledge test всегда на слуху. У нас в России в преподавательской среде, среди частных преподавателей, среди школьных преподавателей этот сертификат, который мне кажется всплывает просто на раз-два в памяти, когда мы говорим вообще про международные преподавательские сертификаты. Я была одним из тех людей, которые много лет назад сразу же, когда я приехала в Москву, стала интересоваться, чему же можно здесь еще научиться в своей отрасли, я сразу же услышала про сертификат TKT и ринулась в бой сначала получить информацию об этом сертификате, потом его сдать. На самом деле, после сдачи сертификата прошло уже много-много лет, я думаю, что лет десять, и как он у меня лежал на полке, все эти многие годы, так он у меня и лежит. Проблема сертификата TKT, как мне кажется, человеку, который владеет этим сертификатом, и у кого он просто-напросто долгие годы лежит на полке, мне кажется в том, что я просто не понимаю практическую надобность этого сертификата. К сожалению, получив этот сертификат нигде, кроме среды российских преподавателей, я больше не встречала вот такого ажиотажа вокруг этого кембриджского теста. С другой стороны, немного в тени славы, народной славы TKT, стоит канадский сертификат TESOL. В отличие от первого сертификата кембриджского, этот реально признан в странах, во многих странах нашего мира. Он дает вам возможность приехать на работу в не англоговорящую страну и получить там хорошую работу с хорошими заработками и преподавать. Ни разу не слышала о том, что работодатель за границей запрашивал бы у преподавателя сертификат TKT. То есть первое сравнение, если мы проводим между сертификатом TKT и TESOL, то TKT сразу же начинает проигрывать, потому что он практически в мире не востребован. TESOL наоборот же дает вам дорогу в этот мир, открывает перед вами возможность найти себе работу за рубежом. Давайте пойдем дальше к следующему пункту сравнения. Это содержание, та информация, которая дается нам в рамках подготовки к сдаче этих тестов. Что касается TKT, то я помню, что я записывалась на курсы, они достаточно краткосрочные, и покупала одну единственную оранжевую такую книжку по подготовке к этому сертификату TKT. И TKT, и TESOL. Оба экзамена в основе своей теоретические, то есть вы изучаете теоретическую базу и потом, основываясь на ней, проходите тест. Но подготовка к TESOL занимает шесть месяцев. Сдать можно раньше, но материал весь рассчитан на шесть месяцев обучения. О чем это говорит? О том, что материала по преподаванию, по методикам намного больше в сертификате TESOL. Кроме того, есть неоспоримые бонусы у TESOL, которых нету TKT. TESOL после первого этапа обучения, когда вы проходите теорию и сдаете промежуточный тест, он вам дает доступ к специализации. Вы можете выбрать, что вы будете изучать углубленно. Методики для взрослых, методики для детей, методика подготовки к каким-то экзаменам или, допустим, методика обучения грамматике. У TKT такой опции нет. Таким образом, к TKT вы можете подготовиться быстрее, получить сертификат, но непонятно, что с ним дальше делать. И, с другой стороны, у нас с вами TESOL, в котором информации больше и возможностей он дает больше. Очень важный пункт сравнения этих двух сертификатов – это их стоимость. При всех своих бонусах сертификат TESOL является достаточно подъемным даже для нашей действительности. Сертификат, который дает вам так много возможностей, стоит столько же, как курс подготовки к TKT и его сдача всех этих трех модулей, но при сомнительной практической применимости сертификата TKT. То есть, если прямо сейчас вы стоите перед выбором TESOL или TKT, я как человек, у которого уже есть оба этих сертификатов, я бы сразу отметала TKT, ввиду всех причин, которые я сейчас перечисляла, и брала бы TESOL. Это адекватная стоимость, это удобство занятий онлайн, это признанность сертификата, наличие специализации и, в принципе, огромное количество полезной информации, которую вы получаете во время обучения, которая поможет вам улучшить ваши собственные преподавательские навыки, техники и пополнить копилку знаний. Теперь давайте поговорим о сертификатах, которые, я считаю, должны быть у каждого преподавателя. Это тот же самый TESOL и CELTA. В каких-то моментах их сравнивать трудно, потому что все-таки они разные. Поэтому я и говорю, что каждый преподаватель, на мой взгляд, должен иметь оба этих сертификата. Самое главное, чем отличаются эти два сертификата, так это тем, что TESOL это экзамен исключительно теоретический, а CELTA это экзамен практический. TESOL дает вам возможность работать в не англоговорящих странах, в то время как CELTA, насколько я знаю, дает вам возможность преподавать английский язык даже в тех странах, в которых он является официальным. Теперь давайте поговорим про удобство и доступность этих сертификатов. В то время как CELTA требует огромного количества времени. В Москве, например, курс CELTA проводится в течение одного месяца, и расписание достаточно жесткое в том плане, что вы приходите к 12 на учебу и уходите оттуда поздно вечером и так каждый день. Конечно же, это круто, но, допустим, для меня, человека семейного, и для меня, как для мамы, посвятить целый месяц получению сертификата CELTA очень проблематично. То есть мне нужно деть куда-то все свои дела, мне нужно, чтобы этот месяц меня никто и ничто не тревожили, и пойти записаться на этот курс. Если же вы не хотите, не можете или не собираетесь отрываться от своей будничной жизни, то, конечно же, здесь приходит на выручку TESOL, потому что расписание подготовки к TESOL зависит исключительно от вас. Вам дается 6 месяцев, вам нужен ноутбук или компьютер, вы просто-напросто в комфортное для себя время, в комфортном для себя режиме заходите в свой личный кабинет на сайте и изучаете предоставленный материал. Сравнивая эти два сертификата, CELTA также проигрывает в стоимости. На данный момент курсы, которые набираются в Москве на ближайшее лето, стоят от 100 тысяч рублей, в то время как TESOL приравнивается к стоимости сертификата TKT, но дает намного большие возможности. У него комфортная цена, за которую вы получаете международно признанный сертификат, дающий вам возможность развиваться в своей стране и развиваться за рубежом. Я знаю много преподавателей, у которых есть различные международные сертификаты, и знаете, такой важный пункт, который я подметила. Сертификаты кембриджской группы, хоть TKT, хоть CELTA, они, когда вы проходите тестирование, вам выставляется балл, на который вы справились в ходе этого тестирования. Я заметила, что многие люди, у которых есть, например, CELTA, стесняются того, что они получили не высший балл. Там идет ABC, и многие говорят, да, у меня есть CELTA, а потом очень скромно говорят, ну, я как бы не на высший балл справился. Я заметила, что вот эта история с оценками очень давит на людей, на специалистов в своем деле и заставляет их возвращаться к мысли о том, что почему бы мне заново не пересдать этот сертификат, чтобы я не был смущен тем фактом, что у меня в таком крутом сертификате стоит балл, который меня не очень устраивает. И вы, получается, либо всю жизнь стесняетесь этого сертификата и никому его не показываете, да, потому что кажется, что с вами якобы что-то не то, раз вы не получили высший балл. Вот, либо вы опять проходите тот же самый путь в гонке со своим перфекционизмом и снова платите эти 100 тысяч рублей, а то и больше, и снова ходите на эти курсы вот с утра до вечера, лишь бы для того, чтобы ваш балл был немного повыше. Вот в этом плане сертификат TISOL лично для меня абсолютно комфортный. У них есть вариант, ты либо сдал, либо не сдал. Если ты прошел программу и получил сертификат, то тебе он выдается, и ты уже автоматический человек, который вот с сертификатом, вот ты чего-то стоишь. Тебя не ограничивают каким-то баллом. У тебя потом не будет сидеть в голове вот этот пунктик, что, блин, мне надо бы сделать это лучше, мне надо бы пойти еще раз это все пересдать. В этом плане TISOL мне очень нравится. Итак, давайте подведем итог. Я, как человек, у которого уже есть ИКИТИ, на вашем бы месте этот сертификат полностью отмела, потому что нет практической применимости, и затраченные деньги, мне кажется, абсолютно не стоят того, чтобы их тратили. Дальше, сертификат TISOL и CELTA в моих глазах. Это два сертификата, которые должны быть у каждого из преподавателей. Я бы советовала начать с получения TISOL, потому что, что называется, меньшей кровью вы получаете международно признанный сертификат, который показывает людям в вашей стране, если вы хотите работать здесь или за рубежом, что вы что-то представляете из себя как специалист. И только потом, когда у вас появится возможность по расписанию, когда у вас появится финансовая возможность, я бы приступила к CELTA. И еще, так как многие мои подписчицы спрашивают, где я проходила обучение на сертификат TISOL, то внизу я прикрепляю активную ссылку на компанию, которая является официальным представителем TISOL в России и которая мне помогала организовывать мой процесс обучения. Все было быстро, легко, здорово. Там есть прекрасный специалист Саша. Я размещу ее электронную почту внизу. Пишите, что вы от меня, передавайте ей привет. И удачи вам в получении международных сертификатов. Не важно, какие вы выберете, но самое главное, чтобы это было для пользы вашей карьере, вашим знаниям и вашим ученикам. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok